Мы на пляже, который называется Палихоро. Здесь есть ресторан Сирокохо Таверна. Вот оно. Здесь у нас, собственно, вулканическая еда. Вот таким вот образом это все выглядит. Здесь стоит даже градусник. Отсюда ее извлекают. Печется она в 6-7 часов при температуре 102 градуса. Ну и сразу на море. Кстати, висят таблички, чтобы на песок не наступали, потому что он горечен. Начал приходить наш заказ. Это наш салат. Вот это вулканическая картошка, которая пеклась из масла. Которая пекла 6-7 часов. Вот тут, собственно, на песке, который я вам показывала. Представляете, работает всего 2 грамма. Почта, пино. И еще будет мази. Будет от кино. И будут варить краб. Вот так выглядит вулканическая картошка в разрезе. Сейчас попробую вам расскажу, как она у нас. Знаете, что мне напоминает эта картошка? Картошка мне напоминает нашу картошку, которую мы острее запекали. Картошка, который вы не знаете. Валют darum, чтобы рыбал, который был напряжен и cooks. И сейчас вниз увидел огромные наши четыре chlorожavirus. Тут ограничениеficiatрики. Рип lleva croquis. Ой-ой! Поехали! Поехали! Я уже чувствую себя хорошо Поехали! Ох, хорошо! Будет как сосиска в тесте, но да ладно Вот так выглядит пляж Халихорож Если честно, в море мы термальных источников не нашли А вот песок, конечно, да Горячий Необычный там Сейчас пойдем поедем к нашим уже привычным термальным источникам, где они здесь прямо в море Очень мне понравилось И, кроме того, здесь есть опасность того, что один из этих камушков входит на голову Показываем Вот Но камни, если вы обратите внимание, они все красные, дыбаны Такого цвета медная вода Это все загорячие горячие лавы Цент температуры и особых свойств Минусных Вот Песок вот здесь пока стоим терпимо стоять А вот там вот чуть дальше я даже в шлепанце в гипнамках не могла наступать потому что очень горячо Ну и сразу же не отходя от кассы очень распространено на Милосе идешь, идешь И так у тебя здесь какая-нибудь пещера ведущая непонятно куда Кстати, сама таверна она практически вот так вот в камень вмонтирована с одной сторон Поменяли мы гостиницу и что могу сказать по первым впечатлениям очень даже неплохо хотя прошлое было лучше у меня не получилось там ничего снять потому что мы бегали бегали в общем напишу отдельный пост кто еще не подписан на меня в инстаграм обязательно подписывайтесь там у меня будет отдельный пост по жилью на острове Милос отдельно по всем гостиницам где мы останавливались и какие еще варианты интересные есть на острове называюсь я в инстаграмм Майвэй так же как и на ютубе та гостиница конечно первая она была круче она была именно в таком островном стиле когда даже кухонька там была все такое кругленькая беленькая симпатичненькая а вот здесь вот много-много зелени а мы сейчас будем двигаться в нижнюю часть острова тоже вставлю здесь карту и я сегодня планирую отведать знаменитую их еду когда еду готовят в песке при температуре 102 градусов да Милос вулканический остров и на некоторых участках есть прямо термальные воды вот у этой таверны куда мы сегодня направляемся прямо готовят они в песке вот закапывают еду в песок и она там готовится 6-7 часов опять же отдельный пост по ценам по питанию на Милосе будет у меня в инстаграмм в рамках ютуба да в описании в это маленькое ну там просто никак не вщемить всю эту информацию поэтому переходите если вам интересно почитайте сейчас мы находимся в местечке которое называется климат и пойдем смотреть что здесь есть кстати с паркингом здесь достаточно туго но мы все-таки нашли местечко куда причинить свою машину красиво красиво давайте небольшой обзор на рамках и вот они домики которые были когда-то гаражами так скажем для лода а сейчас как нам говорили местные сказали местные все эти дома сдаются на сайте арбинб я кстати напишу отдельную статью в инстаграм миламоевы там так же называются так что можете посмотреть обалдеть как красиво и вы представляете потому что мы меняли сегодня гостиницу я оставила в чемодане свою камеру сейчас плачу горкин сливами и вот мы добрались практически до крайних домиков очень очень красиво конечно сегодня стих ветер но из-за этого такая жара вы себе не представляете мне такое чувство что я пока гуляла двадцать минут я килограмма два потеряла ну хотя бы сойдет то что я наела здесь уже сладенького и 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 сейчас на этом солнце может то все и просто и и и И очень здесь красиво, поднимаешься по ступенечкам, небольшое дерево, садишься к себе маленькой и натюнной лодочкой, отправляешься ловить рыбку. Вода чистая, чистая. Каждый домик здесь просто круче предыдущего. И, кстати, как я уже поняла, если арендовать здесь жилье прямо вот у моря, все эти дома на сайте Airbnb, то лучше не брать, если стоять в этом к морю, то лучше не брать все дома, которые по правую сторону. Лучше брать те, которые с левой стороны. А все почему? Потому что эти дома немножко как бы прикрыты зеленью и они не так очевидны, вследствие чего здесь меньше туристов. Можно спокойно загорать, купаться, никто на вами ходить не будет. Тогда как вот те домики, там прям прям очень много туристов и все они на себя смотрят и ну как бы так все будет. Смотрите, какой кораблик просто не имеем в виду. У меня получение будет идти. И тут еще зимний цвет крутой. А вот там, а вот там, а вот там, это у нас кто? Кто вы, друзья? Это, скорее всего, гости, нет? Порсти. Сейчас пойдем посмотрим поближе на семейство. Они пытаются от меня уплыть, но у меня есть звук в камеру. И вот прямо скала вот вышелся у нас домиком. Водичка. А цинейцы прозрачны. Не recenter. Интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Рубтитры сделал DimaTorzok .